бездарь видит только бездарей действительно аргумент аргумент это не философская дичь коль это полная лютая отборнейшая хуэрга оля не выпускал 17 дней ролики потому что он играл в рейд шэдоу легендс он на полном серьезе короче показывает что за пиздец блять нет блять коль ну у тебя контент оригинальный ну очевидно да что смотрит просто говно здрасте доброго времени суток дорогие друзья я как и обычно не заебал я вас этим приветствуем уже ну тем не менее я с удовольствием приветствую вас у себя на канале надеюсь у вас хорошее настроение нужно будет к новому сезону что-нибудь новенькое придумать прям такой забористая того что даже доктор дью меня спиздить еще не успел в общем смотрите коля соболев записал видос 30 минут блять естественно моего 30 минут смотреть не будем x полтора начала грим всем привет с вами дед николай и да я постарел пока ждал свой собственный это тренд сейчас такой фейсап короче тренд все выкладывают звезды футбола пионербола лапты и звезды некоторые тоже выкладывают эти фотографии в инстаграм где они постарели внезапно вдруг приложуха кстати охренительная вообще мне очень понравилось делает все очень качественно мне прям прям зашло блять четко так вот а коля решил такой а вы все блять лохи вы все фотки выкладываете а я сделал грим старого деда николая дед николай вещает ролик и в общем нет уже той искры в глазах того огня как все начиналось youtube место свободы креатив экспериментируй выражать свое мнение про что нему на е!! парень рисование подождите что нему нарисовали и да блять за что нахуй за хуйня и 1 чтоооое креатив экспериментируй выражать свое мнение протестуйте теперь вместо где каждый безреступая бабла жизнь блог зумная гонка за цифрами и люксом я знаю их я знаю почти каждого некоторые аномальные ребята но по большей части ооо мне учитывает не нужен девушки мне пиздец и частные люди не покупают себе хаты мозга у сети заводятся бельвят они постоянно гонятся за этим Хайпом арендуют эти шикарные дома Это мой дом Я актёр Кажется, чересчур выёбистым Тебе показалось Элитный посёлок такой стоит в элитных клубах Я на самом деле не выёбываюсь Выёбываешься Рожигеешься Ой, вся эта внешняя роскошь никогда не компенсирует душевную пустоту Вся эта энергичность напускная Да это даже не они сами, это совсем, совсем другое У меня такое ощущение, что аудитория основная Нет, слушайте, поняла Михаиловская аудитория основная Блядь Это, конечно, не моя квартира Это же фальш, это ложь Сутки напролёт бедняги проводят в изучении зарубежных трендов С одной лишь мыслью А что бы спиздить сегодня? Весь Ютуб спизжен с запада А, ну это, видимо, подводка к Владу А4 Ну Алгоритмы, эти сраные тренды Ютуба толкают блогеров К созданию якобы популярного контента И охавает аудитория От него тошнит их самих Контентмейкер становится заложниками образов Ведь Ютуб не терпит каких-то экспериментов и пауз Нахуй пойдёшь сразу Иди нахуй, Ютуб, бля Начал критиковать, так критикуй до конца Иначе нахер ты, старичок, пойдёшь со своими размышлениями И не все, как старый лютоволк, могут уйти в закат Ты, сука, должен снимать свой Старый лютоволк, блядь Вот, например, зашёл в формат Значит соси Соси из него всё, мой мальчик Все эти реакции тошнотворные Все эти кто последний, сто сообщений звёздам Выбери правильную бутылку Попей дерьма и поблюй на камеру Ура Их будет блевать Блевать в прямом смысле этого слова Но остановить эту блядскую вагонетку просто невозможно Ведь эти социальные стереотипы шепчут тебе на ушко Круче тот, у кого больше лайков, блядь Тут и слава И ты становишься успешным И самым подводным Значит, подводка в чём? В чём весь смысл? Вот если вы посмотрите всё, что снимал в основном В 99% случаев до этого Николай Соболёв Ну это пиздец Словно дерьма нажрался Ну это, блядь, вот именно то, о чём он в этом ролике На протяжении всего ролика, собственно говоря, и рассказывает Но невозможно же, блядь, вот взять так и сказать Типа, вы все говно Вы все в трендах говно, а я красавчик И снять ту же самую хуйню, которую ты снимаешь на протяжении последних двух лет Поэтому здесь грим Поэтому здесь будут скетчи Будто бы роза расцвела на всей этой куче дерьма Популярный мир, это три вещи, которые делает человека успешным Инстаграм-блогеры Эти несчастные ребята По 15, по 15 сраных сторис в день Любое путешествие это новый влог Да, вы можете посмотреть, кто у меня Любой выход в люди с сраной селфи-палкой На весь мир ты, блядь, смотришь через объектив этой сраной камеры Замутим селфи! Они тужатся и тужатся в попытке удержаться в этой вкладке И тут все переплетено Цифры ради денег, деньги ради брендов Бренды ради лайков, лайки ради цифр Цифры ради денег Не в деньгах счастья, а в их количестве С лозунгом разорвем тренды Они забыли реальную Ну просто прикол в том, что Коля и смотрит-то всякую такую хуйню Которая в тренды попадает А ютубовские алгоритмы ему и подсовывают только эту хуйню А он не знает про кучу охуенных каналов Таких, как, я не знаю Дредкрафт Стейшн Даник Растер, блядь Доктор Дью, нахуй Сметана ТВ, возможно, блядь Ну потому что, ну очевидно, да, что смотрит просто говно Он, собственно говоря, являясь сам говном Постоянно бывает в трендах И решил, на что он рассчитывает Что из трендов исчезнет все говно И останется только говно под именем Под именем Николая по фамилии Соболев Да нет, такого не будет На смену этого говна придет другое говно Я вот в конце вам покажу Блядь, короче, все, не буду спойлерить И не важно, нравится ли им это дерьмо Их, которые они снимают или нет Главное, топить по-царски Вот конец, друзья Конец очевиден для всех Это Афоня, это Марьяна Робола Такая девочка Это Ларин Это десятки некогда популярных блогеров Которые откровенно заебались У меня стресс Весь наш мир, Ютуб Вся наша кузница талантов Превратилась в откровенный и тупой Понос без говна Это просто вода Нихтические истории Вызовы духа Вся эта экстрасенсорная клоунада Вы понимаете масштаб этого дерьма? Социальные войны Якобы призывающие к душевной доброте О, вы не знаете, что это такое? Конвир, говна Я вам сегодня покажу И лишь вам выбирать Плакать или смеяться Его аудитория Сто процентов Нихуя ничего не поняла Просто по привычке Поставила лайк За то, что Куля с Гурамом Эй, слышишь? Эти инстаграм-звезды Готовы эксплуатировать Самые душевные темы Не запариваясь Ни над актерской игрой Ни над сценарием Главное, музычку По печальния поставить Сколько ссориться Можно женам? Это что такое? Пока креативные Талантливые ютуб-ставички Готовы продолжать Фикировать дальше в этом Ножка разведены Вы че, ебанулись там, блять? Все эти старые Медийные звезды По-прежнему плещут креативом Вот все после Тедут тебя прозрели Может быть говно Скоро интервьюеров Станет больше, чем людей У которых можно брать интервью Дудь возьмет интервью Собчак Собчак возьмет интервью Дудя А дальше они поймут Блять к нежному редактору А ему вообще похуй, да? Что есть, например, пивоваров Который делает потрясающие Абсолютно Непохожие на дудевские Выпуски Которые, в принципе Попадают под Формат интервью Но они, на самом деле Креативные И на самом деле Они дико отличаются Вот Бездарь Видит Только бездарей Вот она Правда Вот она Проблема в чем Бездарь видит Блять Газгольдер лайф Блять Нежного редактора Блин Кто там еще Собчак Блин Ну А куда ему еще деваться Он же У него же в рекомендованные Попадает говно Которое он Сам Обозревает В трендах популярно Говно Он смотрит И обозревает Тренды Чтобы быть в тренде Соответственно Ютуб ему рекомендуют Говно И для него Кроме Говна Ничего не существует Вот и все Ну да 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 Почему Вот поэтому Вот поэтому Мои ролики Выходят Не каждую неделю Почему Потому что в трендах говно? Что? Блядь, Коль, ты попадаешь в тренды в ста случаев из ста, блядь. Поэтому твои ролики выходят не каждую неделю. Действительно. Аргумент, аргумент. Есть что сказать, либо ролик на канале не выходит, ведь этим хайпом... Либо мне есть что сказать, либо рекламы не проплач... Ну каков старый пиздобол, блядь. Дальше-то будет еще интересней. Я сыт по горло. В прошлом году я инициировал, блядь, такое избиение самого себя. А неужели это происки хейтеров? Нет, хуйня полная. Вы только представьте, я потратил 2,5 миллиона рублей на клип под названием Николай. Тьфу ты, блядь, господи. Боже, как... Охуенно. Вообще, блядь, ну просто красавчик. Коля, молодец. Ребята, вы понимаете, на самом деле, вы все говно. Вы все говно. Вот я, блядь, потратил 2,5 миллиона рублей на клип. А вы все говно. Тьфу на вас. Да, ты потратил, Коль, 2,5 миллиона рублей на клип. О, блядь, посмотрел. Слушайте, мне прям даже интересно. О, Николай. 3,3 миллиона просмотров. Базаров ноль. Коля, 2,5 миллиона рублей потратил на клип. Он набрал 3,3 миллиона просмотров. А на канале есть, блядь, миллион подписчиков Шурыгиной. Вы, Соболев. 5,6 миллиона просмотров. 7 минут, блядь. Соболев против Хайп Кэмп. 5,8 просмотров. Шурыгина, 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 блядь. Конечно, Шурыгина-то, блядь. Ты потратил 2,5 миллиона на клип, а Шурыгина, блядь, собрала больше. Ебать. В натуре обидно. Но это аргумент. Это аргумент. Ты красавчик. Ты делаешь, блядь, контент. Цэ-контент. Какая хуйня абсолютно. Сказал человек, да? Который вообще нихуя не делает, блядь. Просто запускает стримы 3 раза в неделю. Пиздит что-то на камеру. Типа кого-то там обсуждает. Так я и не претендую, блин. Я так, я это не претендую. Я спокойно бомблю. Я не говорю, ребята, я потратил 12 миллиардов евро США на, блядь, на что-то там. Неважно. Ой, Коля, Коля. Вот Соболев решил извиниться за все. Он сейчас типа извиняется. Это сродни вот этому извинению за, как бы, за Кемерова. Я не дезинформировал. За рекламу парка Горького. Это все менеджер. Он меня наебал. Я такой человек, вы меня не знаете и не имеете права меня судить, блядь. Никакого морального права меня судить. Он вот, вот, абсолютно одинаково все. Схавали. 200 тысяч лайков. Схавали. Сначала колба со всех сторон везде, я слышал это греброе слово, вы знаете. А потому что дальше, блядь, Коля, у тебя хуево получается ломать голос. А дальше пойдет уже, как бы, да. Были правые. Я очень не хочу смотреть на людей снизу вверх. Мол, смотрите, до какой истины дошел, старичок. Но я верю. Верю, что YouTube останется искренней платформой. Но что мы с вами видим сейчас? Матерь Божья. Вы понимаете, что происходит? То есть, я верю, что YouTube останется искренней платформой. Но что мы видим сейчас? Сейчас, Коль, мы видим на YouTube, на искренней платформе, которая, по твоему мнению, в данный момент искренней платформе... Смотри, вот фраза построена. Я верю, что YouTube останется искренней платформой. Это не я сказал, это Коля сейчас сказал. Но я верю. Верю, что YouTube останется искренней платформой. Но что мы с вами видим... Верю, что YouTube останется искренней платформой. То есть, в данный момент YouTube искренней платформой. Коля, это ты говоришь, что у тебя в сценарии прописано. Но на самом деле, блядь, сейчас окажется, что нихуя не так это все. И в трендах полный пиздец, блядь. Как так нахуй, а? Сейчас, мать и божья. Вы понимаете, что происходит? Вы понимаете, девочки, где вы? Ну что ж, давайте обсудим прямо сейчас, потому что это очень смешно и в каком-то плане очень грустно. Погнали. Друзья, простите этого старика, пожалуйста. Загонял вам всякую тут философскую дичь. Все дело в том, что у меня проблема. Это не философская дичь, Коль. Это полная, лютая, отборнейшая хуэрга. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Хуэта, 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 шесть минут хуэты. Был пацан, и нет пацана. Заходите, играйте. Да, друзья, уже 17 дней вы сидите без выпусков, потому что я играл. Да, я играл. Вы спросите, во что я играл в Raid Shadow Legends. Пидорас ебаный пиздобол, блядь. Как-то давно я говорил, что эти пидоры начнут проплачивать рекламу так же, как викинги. И начнут делать абсолютно такую же хуйню. Сука, зашквар, блядь. Зашквар, Коля. Зашквар. Raid рекламировать это зашквар. Еще и пиздеть всем, что ты не выпускал 17 дней ролики. Блядь, ну на кого? На кого эта интеграция рассчитана? Я не выпускался. Ну, на школьников. 12 лет. 9 даже, наверное. Коля не выпускал 17 дней ролики, потому что он играл в Raid Shadow Legends. Блядь, заедет. Новость, которая максимально характеризует наш мир. Почти полтора миллиона человек записались на штурм военной базы зоны 51 в Америке. Если мы побежим как Наруто, мы сможем двигаться быстрее, чем их пули. Респект таким пацанам. Да, они хотят найти там инопланетян, ведь легенда гласит, что именно там пиндосы проводят свои бессердечные опыты над зеленоголовыми. Сомнительная хуйня. К сожалению, деградация замещает эволюцию. Вся эта вера в заговоры, в круги на полях, в пришельцев. Вот распилитическую доску я купил буквально на днях, и знаете что? Я бы никогда не рекомендовал этим заниматься. Я взял последнюю такую доску, их раскупают перед пирожки, будто это совместный мерч Ивангая и Влада Бумаги. Определитесь, какого духа вы хотите вызвать, в скобочках. Мы не советуем вам вызывать духов умерших родственников. Видимо, ваша умершая бабуля может дать вам пиздюлей. Какой ты нахуй, сука? Перед сеансом строго запрещено употреблять алкоголь. Видимо, призраки боятся перегара. I'm not alcoholic. Ну, чё, дожили? Ну, я не знаю. На самом деле, когда Топа сделал... Ну, когда он, наверное, с полгода назад сделал видеоролик про доску Уиджи. Я такой, блядь, ну ладно, хуй с ним. Но это ещё как бы, блядь, куда не шло. У него и так тематика такая достаточно узкоспециализированная. Хотя он сейчас уже начинает какую-то хуйню снимать. Блядь, ну Коля в 2019 веке, блядь, блядь, ха-ха-ха, обсуждает спиритические доски. Блядь, какой позор, пиздец. Ручкой ещё до карьеры видеоблогер пытался связаться с гномиками на всю страну и на полном серьёзе. Маленькие люди больше не появлялись на пустыре. Нихуя себе. С детства помню, как эти маленькие люди оставили ему послание. И вот, слава богу, редакция канала ТНТ догадалась, что эту запись нужно просто перевернуть. Я разгадал язык, на котором они говорят. и воспроизвести задом наперёд, иначе мы... Ну и дружко, естественно, показать десятилетней давности. Блядь, как пиздец, какой пиздец, а? Теперь небольшой фокус. Слушай, журналист этот достал. Да ладно, он смешной, но поиграет и бросит. Эти люди говорят на чистейшем русском языке, но справа налево. Повторюсь, всё это подавалось на самых серьёзных вещах, а сейчас эту добрую традицию запутывать людям мозги подхватили наши любимые видеоблогеры. Сюда, 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 сюда. Мистический тренд. Блогеры-миллионники ежедневно попадают в тренды сру... Призраки напали, обряд вызова духов от Элли Ди, где она, ну, еле выжила, я считаю. Чудом спаслась. Да не загнали нас сюда. Испугались? А вас раз. Очень устрашающими были эти призраки в кроссовках на... Блядь, он даже то, что вот показывают, вот эти вырезки из этих роликов, это, блядь, уже видно, что это просто трэш, как бы, ну и всё, там. Да это же там, нам... Народ тут угорает, я вообще не пойму, в чём проблема, нахуй. Экстрасенсы, блядь, доски... В жизни никого не видел. Очередные феерические пиздоболы пытаются на своём канале вызвать гномика-гомика. Что бы нам это ни стоило. И вызвать они его пытаются с помощью свечек, обёрток от чупа-чупса и оскорблений. Ну выходи, чё ты, секундчик маленький, блядь, дед, затаился. Ну, бля, понятно, бля, гномик-гомик, блядь, иди сюда. Ну и это ещё цветочки, в следующем ролике их вообще избило. Бабушка, блядь, Гренни. Фу! Иди ко мне, ко мне, ко мне, сучка, блядь. Блядь, я не пойму, и что дальше, блядь? Ты покажи, блядь, чувака, который просто мемасы озвучивает, блядь. Он, кстати, это, Макс Максимов, ебать. 2,7 миллиона просмотров. Чувак просто зачитывает мемасы. То есть он даже, блядь, ничего не шутит, блядь, никак это не обыгрывает. Просто зачитывает мемасы. Вот это, Коля, пиздец. Люди говноеды, блядь, по определению. Что ты, блядь, удивляешься? И вот вы спрашиваете постоянно, почему на Ютубе так мало качественного контента. Ну, все просто потому, что можно сесть перед камерой и набрать несколько сотен тысяч просмотров, просто сочиняя всякий бред, рассказывая страшные истории. Вещи в моей квартире начали то ли исчезать, то ли перемещаться. Ебать, это смешно. Мне не смешно, мне сейчас очень страшно. А вот теперь серьезно, я не знаю, почему видеоблогерское сообщество равнодушно молчит, ребята. Блогеры с канала XO Live прямо сейчас находятся в беде. У нас, походу, клоун в подъезде. Это очень страшно. Их преследует клоун-убийца. Клоун уже здесь. Он на полном серьезе эту хуйню, короче, показывает. Что за пиздец, блядь. Клоун вернулся. Клоун стоит прямо за дверью. Что ты, хватит? Знаете, я бы, конечно, посмеялся и сказал бы, что все это бред сумасшедшего. Просто какой-то... Бля, чуваки на Reddit, короче, захуярили, блядь, эту хуйню, да, с зоной 51, блядь. А Коля... Боже, куда катится этот мир, блядь. Всех перестрелять. Усачев там, по-моему... Блядь, кто-то там тоже еще рассказывал про эту хуйню с зоной 51 на полном серьезе. Блядь, абсурд. Блядь, 100% пить клоун, я тебе клянусь. Ёбдулись. Но, буквально на днях со мной лично произошла точно такая же история. Давайте уберем слабонерванных людей и детей от экранов прямо сейчас. Блядь, я вообще не планировал съемку, я вообще болею, я сейчас жестко набухался. Вот, вот лекарство, если вы не верите, в нашу дверь кто-то стучится прямо сейчас. И мне кажется, что это сраный клоун-трупоед. Смотрите, он стучится. Блядь, господи. Глеб! 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 Ну, скетчи смешные. Ну, так и нужно было делать вот этот ролик просто пародийный. Не, скетчи здесь смешные будут на протяжении всего ролика. Посмотри. Точно, точно, надо посмотреть лыжок. Три, два, один. Ну, это меня. Там никого нет. Ты конишь, что ли? Не, я не коню. Я не знаю, может, это невидимый клоун. Это невидимый клоун-трупоед. Давай, давай, тронбер. Ну, давай. Сука, невидимый клоун-трупоед, блядь. Смотри, отойди, отойди, как он сорвется. Может, там? Смотри, он оставил какую-то сраную записку. О, чес. Что делать? Я гуляю. Мне страшно, мне страшно. Мне просто страшно. Давай, тронбер. Он написал мне, Мудила, ты затопил нас, вызови сантехника. Ты у самого сантехника. Ты возьми, я не умею вызывать сантехника. Я знаю, что нам нужно. Что, пойдем со мной? Друзья, я очень долго... Это смешно. Нет, ну, правда, тут есть панчи, бать. Кто-то стучится, клоун-трупоед. Он исчез и оставил нам записку. Мудила ты затопил, вызови сантехника. Я не умею вызывать сантехника. Ну, это смешно. Я решался на это, но прямо сейчас с помощью спиритической доски мы постараемся вызвать сантехника. Приступим. Это очень сильный сантехник. Мне кажется, это мистер Пропер. Это очень сильный сантехник, это мистер Пропер. Ну, мистер Пропер, конечно, не совсем сантехник. По-моему, нормально. Глеб, что ты творишь? У меня сеанс. Коль, завязывай с этой херней, а? Ведь на сайте vantus.ru можно найти самого лучшего сантехника в твоем городе. Ну что, это смешно, по-вашему? Да нихуя не смешно. Ладно, тогда смотрите. Новый тренд Инстаграма. Социальные ролики Вайна. Это просто до мурашек пробирается. Ну, какая сценарная работа. Парень идет по парку и сталкивается с девушкой. Смотри, куда он обрывается на полусловие, потому что девушка падает. Любой контент на ходе своего зрителя. Если бы это не смотрели, это бы не снимали. Коля, уж тебе ли, блядь, не знать? Ну, серьезно, блядь. Ты снимаешь, блин, ты агрегатор, блядь, комментов под видеороликами. И тебя, и даже тебя смотрят. Что ты удивляешься, блядь, я не пойму. Я смотрю перед ним раком, но не потому, что она легка напередок. Все дело в том, что она просто слепая. И вот в такой позе она пытается нащупать свои очки. Извини, могу я прости? Да, только если ты будешь моими глазами. И вот они уже вместе. Да, вы правильно поняли. Эта девушка пережила пересадку глаз. И оказалось в конце, что этот парень был ее донором. Он отдал ей свои глаза. Что это, блядь, 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 с осадочным словом? Глаза свои отдал. Глазные дыши просто, блядь. Да, вообще. Он так отвратительно смотрит. Почему после этого ролика вообще не хочется никому помогать? Блядь, я не хочу. Но не получится, потому что желудок и так уже пуст после следу. Коля, ты никому нихуя и не помогаешь. Блядь, где отчеты о бабосах в детский дом, который ты переслал? Я деньги кормлю. Сам мне сказал уволиться, когда мы с тобой поженились. Да заткнись. Да, это жестко. И вот ее терпению пришел конец. Она собрала волю в кулак. Собрала свои вещи. Я с тобой развожусь. А потом, как это обычно полагается в подобных социальных роликах, прошло два года. Ага. Все хорошо. Да, да, да. Привет. Я тебе перезвоню. Привет. Слушай, я тут подумал. Да что ты подумал? Спасибо за бесценный опыт. Жизненно, блядь. Всем офисом мы плакали над этим роликом, как над хатиком, потому что в этом творении вся наша жизнь, вся боль нашего об... Как над хатиком, блядь. Коль, тебе сколько лет, ебать, вообще? Глеб, тебе вообще насрать, что я снимаю? Скажи, пожалуйста. Что ты принес? Скажи мне. Вот это важно сейчас скажи. Я от тебя уйду. Проваливай. Я уже ухожу. Брысь отсюда из офиса. Я стану успешным и богатым. Ну и катись отсюда со своим чаечком, блядь. Чай пить он тут устроил. Хрен. Нет, Иван Гай, я сегодня не приеду. Я снимаю Влада бумагу. Я перезвоню. Глеб, я тут... Что это за... Вот тут хуевый скетч, согласимся. Думал, мы не такой уж и дерьмовый был тут чай, но серьезный. И я купил тебе новую кружку. Она зеленая, красивая, как твои глаза. Ой, да что ты там подумал, хайпажер ебучий? Пошел нахуй. Просто плакал, но вот над этим роликом я рыдал, как сучка. Два молодых горца. Как рыдал? Я рыдал, как сучка. Два молодых горца. Хорошо. Я понял, я понял. Эй, слышишь? Суда подкинулась. Эй, слышишь? А ее брат, это как раз таки и есть один из тех парней, который к ней приставал. Алло, дарья. Дарья, ты где помоги? Мне страшно. То есть он ее, блядь, просто не узнал. Серьезно, ну ты дурак, что ли, блядь? Что случилось, где ты? У меня пришли какие-то парни на машине. Приезжай скорее. А почему он сначала... Эй, слышите? Че пошля куда сюда ходи, да? А потом, да-да, ты где? Дорогая, где? То есть он... Эти ребята намекают, что типа кавказцы, они на самом деле не такие, что ли? Давайте пойдем дальше, раз такое заходит. Больше, больше абсурда. А Гурам типа гей, что ли, я не пойму. Любимый муж. Тихо-тихо. Алло, любимая. Дорогой, меня избили на улице два хулигана. Ща буду, ты где? Ну я тут лежу на улице, на восстание, в центре. Ну ты знаешь, мы на метро ездим, тут вокруг твоего люди ходят, приезжай скорее. Пожалуйста, лежу на улице, апельсинь, и пускай. Ну че, блядь, актерская ломания, вся хуйня и бать. Не магия, блядь, отдыхает. Ну не магия ушла, теперь Соболев. Абсолютно любое дерьмо, вот с любой актерской игрой. Ребята, я вас просто обожаю. Снимайте дальше. Очень сильно тебя люблю. Я тебя тоже очень-очень сильно. Это реально жалко. Ну знаете, не хочу быть здесь сильно критичным. Ну безумно, безумно, безумно. Вот эти замечательные ребята. Эй, слыв. Хотя бы придумывают что-то безумное сами, в отличие от сверхпопуля... Так а наху ты их показывал тогда, блядь, если они придумывают что-то сами? Ну так придумывают сами, кто-то это говно хавает. Тебя ж тоже, блядь. ...блогеров, которые просто тупо берут и пиздят. Меня зовут Влад Ачерик. Ты мутила. Это 10 миллионов подписчиков. Это, блядь, один из самых быстрорастущих блогеров. Влад Бумага. Я наконец-таки подстригся. Вот, сука, выбился в царе. И вот он не просто вдохновляется. Он иногда кадр в кадр ролики переснимает. Просто слушайте. Ролик зарубежного блогера. Да ладно? Боже мой, невероятно. Опять пара месяцев, и вот такой же ролик появляется на канале нашего любимого блогера. Абсолютно похуй, что вообще одна и та же превьюшка. Да все, спи же. Нет, блядь, Коль, ну у тебя контент оригинальный. Такого никто никогда не снимал. И снимать не будет. Оригинальнейший контент. Сделано, что даже сценарные ходы сделаны точно такими же. Ну, почти фраза в фразу. Блядь, это, по-моему, все дело, блядь, двухгодовалой давности. Если мне память не изменяет, по-моему, блядь, Мамикс еще на него, блядь, гнал. Ну, вот это вот про дать огромные чаевые, это точно дико старая хуйня. А у Коли вообще беда, да? То есть актуального нихуя ничего нет. Появляется у Влада А4. Мы это уже решили, это реально либо. То есть без всяких приколов. Это зашквар. И когда я говорю, что это плагиат, и когда я говорю, что это подкопирку, это и значит, что это подкопирку. Вот зарубежные блогеры. Ну, потому что у Коли 5 миллионов подписчиков, а у Влада А4 10. Я понял, это пиздец. Это очень обидно, Коль, я согласен. У него Влад бумага проворачивает, ну, почти с каждым роликом на своем канале. Да ладно, Макс. Мамикс сам поначалу подворовывал нихуево так. А потом вот этого типа, блядь. Ну, да, он потом как бы типа, все, я классный. Канал свой удалил, сделал новый канал. На новом канале полностью оригинальный контент, как он опять же сам думает. Такое. На канале удаленном Мамиксовском там было столько всего так же подкопирку. И превьюшки даже одни и те же. Поэтому не надо припездывать тут вот. А Коли похуй, он на него ссылается, поняли? На Мамикса, блядь. И он снес нахуй миллионный канал и сделал новый. И да, сейчас он старается. Уж я досконально не проверял, но так вот навскидку. Я зарубежный-то ютубчик посматриваю. Навскидку вроде как да. Вроде как старается не повторяться. Да, но начинал-то он с чего? Так же начинал. Просто кто-то остановился и решил как бы стать белым и пушистым, например. А Бракадабра ТВ, например. Лев против, например. А Влад А4 решил, а мне похуй, а я буду продолжать. Вот и все. Стрелять из нее по арбузам. И то опять же, вот эти все примеры Колины, они вроде как там полугодовалой давности, если мне память не изменяет. Может чуть поменьше. Может быть Влад А4 тоже такой. Вот у меня сейчас 10 миллионов подписчиков, мне сейчас придет 12 миллиардов платиновая кнопка нахуй ютубовская. И теперь я буду хороший, я буду прям вот прям бабосики вкладывать в контент, просто что-то придумать оригинальное. Но это вряд ли. Три! Вероятность крайне мала. Дима Масленников, я знаю, месяцами готовит свои ролики, заказывает гробы, выкапывает ямы. Блядь, меня в конце концов приглашает. Блядь, сука, да вы еще угораете, ребяточки. Но под... Хорошая ремарочка, да? Дима Масленников месяцами готовит свои ролики, заказывает гробы, выкапывает ямы. Меня в конце концов приглашает. То есть ебать. Это такой, как бы, блядь, да? Последовательность такая, прогрессия. И в конце... И вот он на один ролик потратил миллион рублей. На второй ролик потратил 5 миллионов евро. На третий ролик потратил 10 миллионов долларов. И на четвертый ролик пригласил меня. Это так работает, что ли, в поле, блядь? Блядь, сука, да вы еще угораете, ребяточки. Но подписчиков у этих ребят все равно несколько меньше. Ребята, что-то вы не так делаете. Чем-то вы не тем вдохновляете. Да, у них подписчиков меньше, а у Влада А4 10 миллионов. Блядь, Коля, да говноеды на ютубе все, говноеды. И то, что у тебя, блядь, 5 миллионов подписчиков, это лишний раз тому подтверждение. Но это же очевидно. Если бы люди не были бы говноедами на ютубе, аудитория, в своем большинстве подавляющем, у тебя бы не было 5 миллионов подписчиков. Ну, блядь, это же очевидно. Что ты удивляешься, нахуй? А, да-да, ой, извини, ты 2,5 миллиона потратил на клип. Все, извини. Все, качественный контент. Все сделал. Молодец. Вот берите пример с Влада Бумаги. Вдохновился очень сильно. И вот он очередной замкнутый круг. Зрители готовы говно смотреть, а блогеры с удовольствием готовы до поры на времени говно снимать. Я обанкротился. Да, да, это так и раб... Блядь, нихуя себе вот это ты, Америку! Ай-яй-яй-яй! А кто это сделал? А ведь могло быть все по-другому. Малыш, мой бизнес вошел в город, и он может позвать с инвизором. Это что за хуйня? Чего? С тобой встречаться? Да ты себя в зеркало видел? Ты точно готовы стать донором почки? Да. Почему так происходит, а? Почему в нашей стране используют самые дешевые запчасти для всего вокруг? Почему постоянно мы снимаем эти ответы к Голливуду, пытаясь повторить чей-то успех, а не создать свое? Почему вайнеры снимают эти недосвеченные коленки, не запариваясь абсолютно ни над актерской игрой, ни над сценарием? Почему? Ну не все же. Все так дешево. Гораздо проще и быстрее, ведь нужно побыстрее заработать, нужно купить львенка, закупиться в ЦУМе. Ну знаете, как говорили классики? Нарезал 20 минут, залил все, ебты, хайпанул. Так, блядь, пиздец, Коль, так ты же этим же и занимался. До того момента, как получил популярность, и можешь выпускать ролик в месяц, и все будет у тебя нормально. Серьезно. Ну, блядь, ну ровно то же самое же дело. У тебя типа новостной канал по каким-то актуальным новостям. Ради того, чтобы сделать это побыстрее, ты не проверял информацию, блядь. Ты вообще не ждал, когда сделают какие-то официальные заявления, пока не сделают заявления какие-то официальные средства массовой информации. Ты просто, блядь, а нихуя себе ебать там везде, на ленте, блядь, на лайфе везде все об этом говорят. Ебану, блядь. Почитаю комментарии, о чем там народ в основном говорит. Ага, все, все, понял, понял, понял. Хуяк, 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 все, въебал. Вставочки смешные понавставил. И сколько раз ты так же обсирался для того, чтобы хайпануть и набрать аудиторию. В чем, блядь, у тебя претензии? Ты не пойму, ты ровно такой же, как они все. Ровно такой же. Да, а потом ты решил, там, вот я буду клипы снимать, там вся хуя. А в этом ролике что-то заморочился. Даже скетчики какие-то ебанул. На 6 минут, блядь, пиздежа в гриме, нахуй. Но это тебя никак не оправдывает. ...ролик, обстебал бедных ребят, но... ...от каждого из вас зависит, будет так дальше или нет. Ну, знаете, как говорил мой любимый рэпер Патриот. Хочешь поменять страну? Начни с себя. Для многих моих друзей долгое время оставалось загадкой, почему в нашей стране... Хочешь поменять страну? Начни с себя. Слушай, начни с себя. Сам пойди, оформи загранник, купи билет и съеди, нахуй. Это, в принципе, блядь, правильно. ...слово блогер вызывает негативную эмоцию. Почему оно воспринимается с ухмылкой на лице? Кто вы вообще, блядь, такие? Но лично для меня все очень давно и очень понятно. И хочется сказать, что... ...все очень давно и очень понятно. Ну, в принципе, да. ...хочется сказать, что, конечно, я сам самолично к этому причастен. За что мне... Я сам самолично к этому прич... Я не могу. Я сам самолично к этому... ...очень стыдно. Ну что ж, делайте свои выводы сами, зрители и мои уважаемые коллеги. Возможно, я не знаю, посмотрев этот ролик, вы найдете в нем... Делайте свои выводы сами. Я один это слышу. ...постичку самих себя. На сегодня мне больше сказать нечего. Ну а где ткнуть лайк, оформить подписку и нажать на колокольчик, вы, думаю, помните и без меня. Спасибо, Коля. Спасибо большое. Коль, ты молодец. Очень качественно сделал видеоролик. Разбор уровня просто... Господь бог. Того пиздеца, который сейчас в данный момент происходит в трендах. Я считаю, что лучше, чем ты... Компетентнее Николая Соболева в этом вопросе нет человека. Он лучший претендент на звание... Кристерная трубка для трендов. Короче, этот... Ассенизатор трендов. О! Ха! Отсылочка! Ассенизатор трендов, ебать. Николай Соболев. Вот уж кто-кто, а вот он как бы знает толк в качественном контенте. Не то, что вы там эти, блядь, Влады А4, там всякие пидорасы, блядь, косплеи, которые все только знают, чтобы воровать. А вот Николай... О, о, как, о, о, как. Что ж, дорогие друзья, и надеюсь, вам было интересно, хоть чуть-чуть немножко маленько. Мы с вами обязательно увидимся в четверг в 19.00 по московскому времени. Спасибо, что смотрели. Отдельное спасибо всем, кто сегодня донатил. Надеюсь, вам было, и еще раз повторюсь, чуть-чуть немножко интересно. Подписывайтесь на все, что найдете по ссылкам в комментариях. И храни вас Господь! Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok